Электронные вместо бумажных в правительстве России обсудили перевод трудовых книжек в новый формат. Новые возможности. В округе на общественное обсуждение вынесен законопроект об использовании средств регионального материнского капитала. Даты празднования дня города закрепят на законодательном уровне. С такой инициативой в собрании депутатов Нинецкого округа намерены выйти депутаты горсовета. В Нинецком округе появится большая пустозерская тропа. Этот проект будет реализован на средства президентского гранта и прежде всего региона. На тропе установят арт-объекты в стиле ландарт. Время новостей на телеканале Север. С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. В правительстве России обсудили вопрос перевода трудовых книжек в электронный вид. Как отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Как известно, бумажная трудовая книжка может быть утрачена или подделана, или просто может не сохраниться информация о работодателе. И тогда возникает необходимость восстановления трудового стажа по довольно сложной процедуре. Работодатели будут передавать такие сведения в пенсионный фонд, причем в режиме онлайн. Это быстрее и удобнее как для самих работодателей, так и для работников, особенно при трудоустройстве на новое место, отметил Дмитрий Медведев. Дополнительные преимущества электронные книжки дадут тем, кто работает удаленно. Кроме того, при обращении за государственными услугами не надо будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже. Все это будет уже зафиксировано в базе данных. Уменьшатся и затраты работодателей на кадровое производство. Очевидно, что внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Работодатели продолжат ввести традиционный бумажный документ для ряда людей. Также такая опция сохранится для тех, кто захочет иметь и бумажную версию. Передавать документы в электронном виде в пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы. Разумеется, проинформировать и подготовить работников. Что касается электронного документа оборота по кадровым вопросам электронного надзора, который позволит работодателям отправлять информацию проверяющим органам в электронном виде, сейчас такая система опробируется. По итогам эксперимента Минтруд подготовит предложение по распространению такой практики. На трудоустройство подростков и студентов из бюджета Ненецкого округа будет направлено 32 миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Сергей Сверидов. Всего в рамках кампании планируется трудоустроить 1 тысячу подростков от 14 до 18 лет и 200 студентов. На сегодняшний день в Центр занятости населения Ненецкого округа поступило 1196 заявлений от несовершеннолетних граждан. В сельских поселениях 351, в городе 845. С начала года при этом уже трудоустроено 746 подростков. Из них в июне 649 человек. Учитывая те ограничения, которые уже по законодательству для детей есть с 14 до 15 лет ограничения, это 3 часа рабочий день, а с 15 до 18 – 4, то занятость будет еще не на полную ставку, а на 0,8 ставки. Соответственно, на руки дети с учетом компенсации за неиспользованный отпуск, если они работают целый месяц, то получат 20 тысяч рублей. На сегодняшний день такие изменения произведены, и дети, которые в июне отработали, будут претендовать на такую минимальную зарплату. Есть случаи, когда работодатели еще сверху платят, но это уже их отношение с детьми, такие организации тоже существуют. Также, по словам руководителя профильного департамента, бюджетный кодекс с июля текущего года запрещает напрямую перечислять субсидии государственным и муниципальным учреждениям, поэтому туда нельзя будет трудоустроить подростков. Мы сейчас провели оперативную работу, и произошло замещение рабочих мест в государственных, муниципальных предприятиях, в управляющих компаниях, то есть в других некоммерческих организациях. Эта информация сейчас нами представлена, и я бы сказал, что повода для переживаний не должно быть. Те обязательства, которые брал на себя окружной бюджет, компенсировать трудоустройство тысячи детей, они будут выполнены в полном объеме, только рабочие места будут созданы уже в других организациях. На сегодняшний день эта уже информация есть, и улья уже полностью проработана. И на селе, и в городе, и в искателях. Кроме того, по поручению временно исполняющего обязанности губернатора НАО Александра Цибульского, по аналогии с несовершеннолетними школьниками, при окружной поддержке летом смогут трудоустроиться и окружные студенты, приехавшие домой на каникулы. Всего порядка 200 человек. В настоящее время юные жители НАО могут заявить о своем намерении работать летом и предоставить анкету в региональный центр занятости населения через региональный портал госуслуг. Больше всего подростков в рамках программы летнего трудоустройства работает в компании «Чистый город». Ребята следят за чистотой улиц и участвуют в благоустройстве города, высаживая цветы. На сегодняшний день школьники посадили уже порядка 7 тысяч растений. Красивые клумбы можно увидеть возле памятника Иваново-Учийскому самолета X-7B, городской администрации и других общественных мест. Выкапываем яму, чтобы цветок сел вот так вот. Насколько глубокая должна быть яма? Ну, не особо глубокая, но чтобы горшок примерно немного входил в землю. Потом закапываем сам этот цветок и прижимаем в землю. Примерно так получается. Владимир Семяшкин с легкостью высаживает цветы. Молодой человек работает в компании «Чистый город» в рамках кампании по летнему трудоустройству подростков. Сначала он убирал мусор на городских улицах, сейчас придает центральной части Наринмара эстетический вид. По соседству с Владимиром работает Елена Лапина. Для девушки это первые трудовые каникулы и первый опыт по высадке цветов. Ну, это достаточно интересно и я саморазвиваюсь. То есть, я думаю, мне это пригодится в жизни. А дома? А дома этим занимается мама. Я не лезу туда. Этим летом «Чистый город» закупил на рассаду у тепличного комбината «Солнышко» 16 тысяч цветов. А это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Весь процесс проходит в два этапа. Первый – высадка, второй – замена поврежденных растений. В этом году на основании прошлого года мы выбрали те цветы, которые больше придают эстетичность. Это петуния махровая и петуния крупноцветковая. Они удобны в посадке и выглядят они более красивыми и привлекательными. Также наши любимые бархатцы и цинерария разных расцветок. После посадки растений за ними полагается тщательный уход. Сотрудники «Чистого города» в течение всего лета будут поливать цветы и следить за их состоянием. Иван Никонов, Людмила Сидейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». 1 сентября в детские сады Ненецкого округа пойдет на 236 детей больше, чем в прошлом году. Увеличение числа воспитанников до 3580 человек удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию нового здания детского сада «Ромашка» по улице Авиаторов. Планируемое количество детей, которые в новом учебном году впервые пойдут в дошкольные учреждения, составляет 459 человек. С сентября 2018 года образовательную деятельность на территории Ненецкого округа будут осуществлять 54 организации. Из них 26 школ, 22 дошкольных и 3 профессиональных образовательных организации, а также 3 учреждения дополнительного образования. Учеников в окружных школах также станет больше по сравнению с прошедшим учебным годом – 6,5 тысяч человек. Более 720 из них переступят порог школы впервые. Обучаться в профессиональных образовательных организациях округа в этом году будут 1084 человека. 275 из них по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Остальные по программам подготовки специалистов среднего звена. Планируемое количество первокурсников, которые будут обучаться в округе на бюджетной основе, составит 250 человек, из которых сформирует 10 групп. Законопроект о расширении направления использования средств окружного материнского капитала вынесен на общественное обсуждение. Предлагается расширить возможности направления средств на получение ребенком или детьми платной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и реабилитации, компенсацию затрат на проведение текущего ремонта жилого помещения, находящегося не только в собственности членов семьи, но и в пользовании по договору социального найма. В настоящее время в окружном законе четко определено, на какие цели многодетная семья может получить деньги из маткапитала. Прежде всего, на улучшение жилищных условий, получение детьми образования, специализированных, высокотехнологичных видов медицинской помощи, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в том числе технических средств реабилитации. Существуют и другие направления применения капитала, такие как приобретение снегохода, лодки, лодочного мотора, сельскохозяйственной техники, строительство бани. Кроме того, есть возможность получить единовременную выплату 30 тысяч рублей на нужды семьи. В феврале 2018 года окружные депутаты расширили возможности использования регионального материнского капитала, согласно которым многодетная семья может направить его на улучшение жилищных условий на территории России. При этом многодетная семья не должна состоять на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории округа. Потребности есть, а желания нет. Жители округа не хотят вступать в добровольные народные дружины. Об этом сегодня в ходе заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в режиме видеоконференц-связи сообщили главы муниципальных образований. Среди населенных пунктов, где добровольные народные дружины не созданы, несмотря на активную агитацию и информирование людей со стороны сельсовета Нижняя Пеша и Шойна. Впрочем, в последнем муниципалитете нет даже участкового полиции. Народные дружинники призваны содействовать правоохранительным органам в охране общественного порядка. На территории Наридмара такая практика существует с 2013 года. В настоящее время народная дружина насчитывает 20 человек. На охрану общественного порядка по городу Андрея Мара дружинники совместными с сотрудниками ОМВД заступают трижды в неделю. Общее количество принимающих участие в еженедельных рейдах составляет от 8 до 10 человек. За полгода, прошедшие в 2018 году, осуществлено 64 дежурства, 1027 административных правонарушений, проведена 81 профилактическая беседа, проверено 65 граждан, состоящих под административным надзором. Все дружинники у нас застрахованы. Охлата производится ежемесячно в соответствии с количеством выходов на дежурство. Главы муниципальных образований сетуют на неактивность со стороны местных жителей. Люди не хотят вступать в добровольную народную дружину. И здесь несколько причин. Одна из них – необходимость прохождения врача-нарколога. Для этого необходимо приехать в Наринмар. Жителям отдаленных сел такие поездки обойдутся в немалую сумму. Еще одна причина – родственные и дружественные связи. Люди не хотят брать на себя ответственность, наказывая близких за право нарушения. В Рио начальник окружной полиции Владимир Макеев отметил, возглавить народную дружину должны руководители муниципалитетов. Кто-то же должен ее поднимать, эта активность. Я понимаю, что вы сейчас на меня смотрите, но я вам не зря сказал, что в 1978 году я сам ходил дружинникам. Никто мне не доплачивал, жилетку мне никто не давал. Отгулы мне не предоставляли. Я сам это ходил и делал. Вот я на собственном примере вам говорю. Если вы сами не возглавите эту работу, ни один участковый вам этого не сделает за вас. Потому что вы там власть представляете. Да, вместе с участковым. Я не снимаю с них ответственность. Они должны это делать. Они должны это делать, но только вместе с вами. Вместе с активной частью населения. По словам Владимира Макеева, число зарегистрированных преступлений в округе увеличилось почти на 13%. Вместе с тем количество совершений особо тяжких преступлений сократилось. На увеличение числа зарегистрированных преступлений повлияло более эффективная работа по выявлению преступлений против семьи и несовершеннолетних сферий, как наоборот алкогольных продуктов, налоговых составов, преступления экономической направленности, экологических преступлений, а также деяния против порядка управления. Кроме того, больше выявленных преступлений, превентивной направленности, предупреждения ст. 116, это Попове, и то, что связано с административным надором. По информации окружной полиции, отмечается рост числа выявленных лиц, совершивших преступления почти на 20%. Поставлено на учет порядка 1800 протоколов об административной ответственности. Ирина Нежалова, Антон Гудряков, Телеканал Север. Определить уровень алкогольного опьянения у водителя можно будет как с помощью алкотестера, так и анализа крови. Об этом гласят изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые вступят в силу с 3 июля. Сейчас алкогольное опьянение проверяется только по анализу выдыхаемого воздуха. И если взять кровь на анализ, то ни один суд не примет это как за улику, так как в законе не прописана возможность устанавливать трезвость по содержанию алкоголя в крови. Но с 3 июля у сотрудников полиции появится альтернатива проверки. Уровень алкоголя не должен превышать 0,3 грамма на литр крови или 0,3 промилле. Городские депутаты предлагают законодательно закрепить, что 10 марта день города. С такой законодательной инициативой они намерены обратиться в собрание депутатов Нинецкого округа. 10 марта день основания Наринмара. В последние годы празднование дня города по предложению окружных властей переносилось на более теплое время начала сентября. Однако примерно в те же дни отмечается и день Нинецкого округа, в результате чего день Наринмара растворялся в череде праздников. Вопрос о необходимости правового регулирования празднования дня города обсуждался в апреле на заседании круглого стола в Горсовете. В ближайшие дни инициатива Горсовета будет внесена в собрание, но рассматривать ее предстоит уже новому созыву регионального парламента, который будет избран 9 сентября. В Пустозерске начали создавать туристический маршрут. Проект Большой Пустозерской тропы будет реализован Обществом краеведов на средства президентского гранта, который составил почти 3 миллиона рублей, а также при финансовой поддержке из окружного бюджета в 250 тысяч рублей. Маршрут тропы будет составлять порядка 8-10 километров по территории первого русского города за полярным кругом Пустозерска. В настоящее время разрабатывается концепция реализации проекта. Как рассказал руководитель проекта, председатель Общества краеведов Ненецкого округа Сергей Уваров, на тропе установят арт-объекты в стиле ленд-арт. Скульптуры выполнят из древесного материала архангельские мастера при помощи волонтеров из Ненецкого округа. Мы привлекаем специалистов, которые работают в стиле ленд-арт, они работают с плавником, то есть это тот мусор, который образуется на территории в период половодия, и с бревнами, которые также будут закупаться в течение этого времени. И обустраиваем, создаем вот такие арт-объекты на территории Пустозерска, чтобы можно было показать гостям и жителям округа природу нашего северного края. По данным музея-заповедника Пустозерск, тропа вместе с композициями, которые установят по пути следования, не нарушит ландшафт местности. В целом объект будет демонстрировать культурное и природное наследие жителям и гостям Ненецкого округа. Помимо этого мы еще будем создавать, приглашать орнитолога из Москвы, который будет исследовать территорию. Он будет создавать искусственные биоинженерные конструкции по привлечению животных и по нахождению животных на территории. В этом во всем процессе постоянно участвуют молодежь, дети в течение отчетных периодов, а проект реализуется два года, мы постоянно работаем с детьми, привлекаем их к работе музея. В рамках реализации проекта будут организованы волонтерские лагеря для молодежи округа. Один из них уже открылся в городе Наринмаре на базе музея. 13 волонтеров окажут помощь в изготовлении заготовок для арт-объектов под руководством профессионалов. Другая площадка будет разбита в самом Пустозерске. Ребята обустроят там полевой лагерь, приведут в порядок территорию, примут участие в сборе материалов для описания объектов. Приезд мастеров в Пустозерск ожидается 3 июля. Тогда же начнутся мероприятия по установке фигур животных. И это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok